Всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков и Серега. Сегодня мы с Пацнами находимся на очень интересной территории. Мы находимся в самом большом заброшенном лагере в нашей стране. Я пока не понимаю, насколько он масштабный, но он заброшенный. Посмотрите, здесь все обросло деревьями, травой. Жутковато. Возможно, здесь даже есть какая-нибудь мистика. Пацаны, ну не надо так пугать меня. Короче, мы сейчас посмотрим на эту территорию, и если здесь классно, мы с Пацанами тут будем снимать прятки. Пацаны, мне на самом деле начинает нравиться вся эта жуткая тема. С всякими призраками, предениями. И еще мне нравится, что подписчики ставят лайки под наши видосы. Пацаны, что это было? Походу, гром. Не похоже как-то. Да нет, пацаны, просто гром, хотя... Смотри, ну туча серая, наверное, тоже скоро будет. Пацаны, что это там такое в кустах? Вы слышали? Да может, кошка какая-нибудь. Кобяков, не начинай выдумывать что-то. Да нет, там кто-то ходит. Да чего ты паникуешь? Да серьезно. Да это лагерь заброшенный, никого здесь нет. Давайте я схожу и посмотрю. Ну давай. Блин, немножко так жутковато. Блин, какой-то стремный детский лагерь. Вы вообще хоть раз были в детских лагерях? Ну да. Я ни разу не был. Что там делать? В смысле, что делать? Смотри, дискотеки, кефир наполнен, новые друзья. Да. Возможно, даже первая любовь. А бои отрядов? Это же вообще весело. Ты тоже был? Конечно. Я ни разу не был в детском лагере. Походу, я что-то в детстве потерял. Они еще всегда так странно называются. Орленок, Зубренок. Ну да. Ребята, а вы были в детских лагерях? Напишите в комментариях. И если были, напишите название своего лагеря. А этот лагерь, кстати, в котором мы сегодня находимся, называется Энергетик. А это что такое? Это какое-то разбомбленное здание. Есть идейка. Что это такое? Посмотри, подождите меня. Они, наверное, в штаны наложили. Владос! А, пацаны, пацаны, помогите! Сам помогай себе. Помогите! Что такое? Мне стало так скучно. Да все, да все. Пацаны, ну там ничего не было, как я вам и говорил. Мне просто стало скучно, и я решил вас пранковать. Ты что, нас пранковать надумал? Пацаны, это что за зверь вообще? Это конкретно след от чего-то. Только от чего? Ну, на человеческий точно не похоже. Посмотрите, Глент сюда полностью поместиться может. Да мы сюда все можем поместиться. Пацаны, у меня есть одна мысль, чей это след может быть. Ох, ребят, надеюсь мне показалось. Он опять нас хочет поранкнуть, пацаны. По-любому. Ладно, пацаны, не падайте духом. Скорее всего, мне просто показалось. Сейчас у нас основная задача осмотреть лагерь. Все, давай, идем, 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 идем. Идите, идите. Так, это я сфотографирую. Блин, пацаны, тут реально как-то стремно. Вообще какая-то дичь происходит вокруг. Может быть, лагерь старый, что-то трещит, не знаю. Да по-моему, крутяк. Да несите, ребята. Да что ты пугаешь? Да все нормально, обычный лагерь. Ну заходите, ребят. Обычный лагерь, здесь никого нет. Давай, первый. Похоже на какой-то актовый зал. Нет, тут вечеринки были, наверное. Дискотеки. Дискотеки. Так, что за надпись? Да, пацаны, когда я был ребенком, я постоянно верил в эти надписи. Как будто они прямо мне написаны. А сейчас ты не веришь? Написано же, уходите, погнали отсюда. Да подождите, там что-то упало, погнали, позырим. Ну ты упал и упал. Лагерь огромный, а мы на одном здании остановимся. Пойдем. Не, пацаны, надо ехать домой. Давай, не бойтесь, все будет нормально. Да, действительно, все, пацаны, нас четверо, ничто с вами не случится. Звук был где-то отсюда. Опа, смотрите, вот лежит, вот это упало. Пацаны, что это такое? Ребята, проверьте-ка, пожалуйста, свои телефоны. А что, у меня было 97%, а сейчас он выключился вообще. У меня тоже. У меня тоже? Ну, походу, моя теория верна. Какая теория? Рассказывай. А сейчас? О, включился. О, заработал. Так, так. Без паники, ребята, идем дальше. Да зачем? Идем, идем, не паникуйте, все будет нормально. Я вам обещаю. Я уже вижу, ты сам чуть-чуть испуган. Все будет хорошо. Пацаны, вы это слышите? Всем привет. Владос, это же твой голос. А это Глента. Я уже вижу, что лица, я все тело. Владос, что это? Пацаны, откуда идут эти звуки? Мне кажется, это из кустов. Офигеть. Пацаны, что это такое? Так, почему из нее идут наши голоса? О, боже. Пацаны, это сиреноголовый. Я предполагал, что сиреноголовый существует, поэтому почитал немножечко фактов о нем. Также я знаю очень много легенд про этого парня. И все они с очень плохим концом. Знаете, что меня больше всего пугает? В легендах говорится, если встретить сиреноголового, то от него невозможно сбежать. Ребят, давайте немножечко о позитивном. Разрядим обстановочку. Также я знаю очень много легенд с позитивным концом. И одна из них связана с каналом А4. Это легенда о мальчике, который однажды подписался на канал А4. Ставил лайки, писал комментарии и очень любил ролики, которые я снимал. И знаете, чем это закончилось? Он стал успешным, богатым, красивым. Потом он начал помогать создавать контент на этот канал. А позже и сниматься в этих роликах. Этим мальчиком стал Глент. Также расскажу вам маленький секрет. Скоро у нас появится новый герой на канале. Его история также началась с подписки. Ребята, подписывайтесь на канал. Тебе кажется, что это мелочь, но возможно это старт твоей легенды. Кто знает, чем это закончится? Кто не подписан, под этим роликом нажмите на кнопочку подписаться. Как минимум, ничего плохого точно не случится. Ну а я в довольно-таки интересной ситуации. Так, ладно, собрались. Давайте расскажу немного про сиреноголового. Сиреноголовый это 12-метровое гуманоидное создание. В основном он обитает в заброшенных деревнях и лесах. У него непропорционально длинные и тонкие руки. Также у него иссохшая кожа цвета ржавого металла. А вместо головы у него столб с закрепленными на нем сиренами. Отсюда и название. Так как у сиреноголового нет глаз, он слышит любой шорох. Даже самый маленький звучок. Поэтому на одном месте лучше не засиживаться. А я воспользуюсь этим фактом. Я буду постоянно передвигаться и запутывать его звуковыми ловушками. Итак, нужно посильнее ударить в дерево. Блин, я не верю, что сиреноголовый существует. Но походу все, что есть о нем в интернете, это правда. И это значит, что у нас очень мало шансов спастись. А еще он опасен тем, что он охотится на людей. А мы как раз здесь только четвером. Больше не единой души, и он хочет поймать именно нас. Надо найти где спрятаться. Густые кусты. Надо прятаться побыстрее, пока он меня не нашел. Ну все, мне кажется, здесь достаточно плотные кусты, и он меня не заметит. Мне кто-то рассказывал, что сиреноголовый может воздействовать на людей волнами и водить людей в транс. И для таких ситуаций у меня есть специальное надежное изобретение. Оно как раз есть у меня в рюкзаке. Итак, это шапочка из фольги. Она поможет мне. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие. И вести себя максимально естественно. У меня здесь есть все, чтобы переждать проблемы. Ведь естественная защита самая лучшая из всех возможных. Я бы мог связаться с парнями по рации. Но боюсь, что звук может выдать их местоположение. И сиреноголовый тогда точно их схватит. Так что пока я делаю все правильно. И думаю, что пацаны сами надежно спрятались. Ведь здесь много мест для пряток. Это огромный заброшенный детский лагерь. Здесь очень много классных мест. Зданий, веранд, домов. Можно спрятаться под лавочкой. Но самое классное место для пряток это под водой. Ребята, вы вообще видели его размеры? Я читал в интернете, что он 12 метров высотой. Ну по ощущениям все 20. Так, нужно найти место пониже, чтобы ему сложно было меня найти. Ого, вот это место. Так, что там у нас? Жутковатое место, какой-то тоннель. В обычной жизни я бы сюда точно не полез. Но тут сиреноголовый. Наверное, пойдет. Буду прятаться здесь. Ну что, я уже в подвале. Сейчас начну немного закладывать вход, чтобы он меня точно не достал. Пережду немного. А потом свяжусь с пацанами, чтобы решить, что делать дальше. Так, вроде подзаложился. Теперь сюда зайти не так просто. Но здесь все равно очень страшно. Вы вообще вспомните след в начале ролика. Это, походу, его. Но одно радует. Здесь он меня точно не достанет. Если у него такая большая нога, значит такая же большая рука. И сюда он точно не сможет пролезть. Фух, ребята. Я наконец-то добежал до какого-то здания. Я очень устал бежать. Очень быстро темнеет. Не знаю, я пробежал, наверное, километр. Давно я так не бегал. Очень испугался. Вы вообще видели этого сиреноголового? Я сначала своим глазам не поверил. Но, видимо, он реально существует. Давайте я вам покажу это здание, которое я нашел. Так. Оно вот такое вот длинное, огромное. Давайте в него войдем. На самом деле, ребята, здание это мой джекпот. Реально мне очень повезло, что я нашел какую-то заброшку. Потому что где-то я читал, что сиреноголовый может развивать скорость до 100 км в час. Поэтому убегать от него как такового смысла не было. А вот здание это укромное и самое главное безопасное место. Сейчас, надо немножко дыхание перевести и осмотреться. Я здесь нашел какое-то отверстие в стене. И мне кажется, будет более безопасным пройти через него внутрь здания. Это сократит мне путь. И тем более, можно вот сюда заползти, а потом заложить это отверстие кирпичами. И сиреноголовый точно меня не заметит. Давайте пробовать, ребята. Это какие-то платы, ребята. Напоминает ту, которую мы находили, когда встретили сиреноголового. Что-то здесь явно не чисто. А еще смотрите, что я здесь обнаружил. Какие-то плакаты. Антенны спутниковые. Куртка. Блин, даже страшно ее трогать. Опять платы. И все напоминает про сиреноголового. Смотрите, здесь разные фотографии. 1966 и сиреноголовый. А это что за цифры? Подписчики, может быть, вы знаете, кто в теме? Напишите в комментарии. Отрывок статьи и тоже про сиреноголового. Походу здесь была база человека, который что-то знает про сиреноголового. Может, какой-то ученый или исследователь паранормальных явлений. А возможно, это вообще охотник на сиреноголового. И куртка, наверное, его. Так, это всего лишь начало комнаты. Нужно осмотреться, что здесь есть еще. Нужно быть очень аккуратным. Это место нагоняет жуть, и оно реально очень страшно. Это сирена! Как она достала! Даже в здании ее слышно. Походу от нее не убежишь. Эти надписи повсюду, как будто они хотят нам что-то сказать. Здесь написано, уходите! Эти надписи, они всю жизнь меня пугали. Как будто они именно мне адресованы. Опасно! Что это значит? Кто их писал? Может быть, здесь кто-то был до нас? Смотрите! Сиреноголовый! Идет за мной! За кем мной? За мной? Или за тем, кто это писал? Это тот же шрифт! Он писал СПА! Он что, хотел написать спасите? Это чей-то портфель! Ровно на надписи! Хватит! Так, посмотрим, может здесь есть какая-то карта? Или хоть что-нибудь, что подскажет, что здесь происходит? Так, здесь есть наушники и дрон! Так, наушники мне сейчас очень пригодятся, чтобы хоть чуть-чуть это не слышать! Так, да, так немного лучше! Так, и дрон! Все! Опа! Иди сюда, у меня есть план! Я сейчас подключу свой телефон к этому квадрокоптеру, подниму его в воздух и использую для того, чтобы посмотреть, где находится этот 12-метровый парень! Главное, чтобы он меня не заметил! Так, окей! Так, давай! Малыш, подключайся! О, пошел! Так! Повыше! Так! Тут чисто! Ничего себе! Какой он большой, страшный! Дрон упал! Походу дрон попал под звуковые атаки сиреноголового! Офигеть! Какой же он стрёмный! Нужно срочно убегать отсюда! Блин, ребята, он меня нашел! Перенеголовый умеет имитировать звуки авиаударов! Нужно срочно валить! Так, а это что такое? Это, походу, планшет! Давайте узнаем, что это за планшет! Это просто нереально! У ученого есть планшет, на котором видно, где сиреноголовый! Походу, у него как-то получилось установить жучок на этого монстра! Блин! 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 Влад? Владос, это ты? Влад, тут опасно! С тобой все в порядке! Ты где? Помоги мне! Я нашел слабые стороны сиреноголового! Я знаю, как к нам убежать! Только скажи, где ты, и я приду! Я у старого тупа! Ты что? Это же открытое и опасное место! Тебя могут схватить в любой момент! Сейчас я приду за тобой! Алло, Влад! Связь прервалась! Нужно срочно собираться, спасать пацанов и выбираться отсюда! Так, фонарик! Владос, прием! Ты на связи? Как меня слышно? Я у дома, Глент! Иди сюда, скорей! Я уже рядом, Владос! Почти подошел! Главное, никуда не уходи! Быстрее, Глент! Быстрее! Какой-то странный голос! Надо проверить, все ли в порядке на том месте! Хорошо, что у меня есть планшет! Блин! Я ничего не понимаю! Это я, а вот тут дуб! Но радар показывает, что там сиреноголовый! Влад! А ты точно у старого дуба? Потому что мне показывают, что там сейчас сиреноголовый! Вот это я, а это сиреноголовый! Иди сюда, Глент! Какой-то у тебя очень странный голос! Это вообще на Влада не похоже! Скорее, Глент, иди сюда! К старому дубу! Понял! Что? Я понял! Это не Влад, это сиреноголовый! Он же может пародировать голоса! Он всегда старается заманить своих жертв криками о помощи! А подражать он может вообще любому звуку! Хоть животное, хоть люди! Так надо срочно бежать обратно! Блин, я чуть реально на него не попался! Я надеюсь, что с пацанами все в порядке! Посмотрите! Это же очки Сергея! Так, очки Сереги! Нужно его найти, возможно, он попал в опасность! О, так вот же он! Серега! Я нашел твои очки! Я думал, с тобой что-то случилось! Что там? Серега, слава богу, с тобой все в порядке! Что там такое? Куда смотришь? Вы зашли на мою территорию! Я вас всех найду! Вам некуда бежать! Походу, сиреноголовый ввел его в транс! И теперь вещает через него! Сергей! Проснись! Теперь-то понятно, почему сиреноголовый охотится за нами! Потому что мы попали на его территорию! Блин, говорили же мне в детстве, не ходи по заброшкам! В первый раз ослушался и сразу попал в какую-то передрягу! Я знаю, где вы находитесь! У вас осталось очень мало времени, ибо я уже голоден! Так, нужно срочно что-то сделать! Как вывести Серегу из транса? Так, ребят, есть идейка! Так, сюда! И... Сейчас все сделаю! Я знаю метод, как любого человека вывести из транса! Так, сейчас! Я просто включу ему песню, которая максимально въедается в мозг! Ну что, ребят, догадались, о каком треке я говорю? Сейчас поймете! О, о, о! Серега! Проснулся? Сережка! Здорово! Здорово, Серега! Влад, на меня напал селеноголовый! Я услышал какой-то звук, и меня как будто бы загиметизировали! А дальше я уже ничего не помню! Ну, Серега, походу, ты был прав! Шапочка твоя работает! Ладно, нужно срочно отсюда выбираться! Ребята, я чудом выжил! Ощущение, как будто меня кто-то оберегает! Все, с этого момента я ничего не боюсь! Не зря я прихватил тот рупор, который мы нашли! Сейчас я скажу все, что я о нем думаю! Эй, сиреноголовый, ты меня слышишь? Я теперь тебя не боюсь! Чего ты к нам пристал? Ну, где же ты? Вот он я! Забирай меня, мне не страшно! Балбестый, головастый! Сиреноголовый! Прости, пожалуйста! Я не это имел в виду! Я же Кобяков! Я, как обычно, что-нибудь ляпну на эмоциях! Это не со зла! Прости, пожалуйста, сиреноголовый! Стой! Не подходи ко мне! Я тебя боюсь, ты очень опасный! Стой! Помогите! Успеть, 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 успеть! Нужно обязательно успеть! Фух! Мне удалось оторваться от сиреноголового, и смотрите, что я нашел под антеннами! Это какой-то чертеж! Нужно его собрать! Это одна из частей чертежа! Установка! Здесь есть слово установка! А здесь еще и слово антизвуковая! Я знаю только одну слабость сиреноголового, и это антизвуковая установка! Так, антизвуковая установка! Это поможет нам его обездвижить! Но рано радоваться! Сначала нужно собрать ее! Все, инструкция собрана! И сейчас нужно собрать эту установку! А потом я установлю ее на входе! И у пацанов будет возможность добежать ко мне и укрыться! А сюда он в ближайшее время даже не сунется! Надеюсь, она получится достаточно мощная! Так, поставлю камеру на кирпич! Сначала берем основу! Дальше берем корпус тарелки! Так, циферка 1! Вентилятор! Надеюсь, кулер подойдет! Соединять это нужно проводами! Какие-то провода удалось найти! Кулер установлен! Вторая основная плата! А вот и основная плата! Жесткий диск! Жесткий диск найден! И установлен! Ну что ж, самое важное! Транзистор посредине тарелки! Ну что ж, соединяем провода! Заработало! Осталось ее просто установить! Погнали! Вот здание, вот антенна! Так, вроде стоит! Надеюсь, ты сработаешь! Включаю! Гул притих! Надо срочно сообщить пацанам! Пацаны, прием! Вы на связи! Это А4! Я с Серегой! Почему вы замок? Я просто собрал и вырубил антизвуковую установку! А хотя, подожди! А вдруг это вообще не пацаны? Так! Пацаны, ответьте на вопрос! Кого мы называем Пуськой? Глент! Что за дорожки вопрос? Ко мне это ломбинку? Фух! Я так рад, что вы на связи! Срочно бегите ко мне! Я в заброшке на горе! Я собрал антизвуковую установку, но она уже трещит, шипит и греется! Я вообще не знаю, сколько она будет работать! Срочно бегите ко мне! Да, я понял, мы забегаемся! Вот бы с вами все было в порядке, пацаны! Пацаны, сюда, сюда, сюда! Глент, я так рад тебя видеть! А это, походу, наше спасение! Быстрее, пацаны! Идю, Серега, шапку! Глент, здорово! Ах, я рад вас видеть, пацаны! Пойдем дальше! Пацаны, я такое пережил! Я нашел портфель с оборудованием! Там были наушники, дрон! Этот дрон я запустил в небо и увидел опять Сиреноголового! Я знаю, чей это был портфель! Значит, все сходится! Здесь убежище чела, который изучал Сиреноголовых! Он, наверное, пытался его победить, но сам погиб! Слышите шаги? Подождите, а где Кобяков? Я его не видел! Не знаю... Что это было, пацаны? Неужели установка не сработала и вы привели за собой Сиреноголового? Подождите, это Кобяков? Пацаны, пацаны! Кто с тобой? Я чуть вас нашел! И представляете... Чему ты в грязи? Там какой-то балбес на входе установил металлическую установку! Я об нее споткнулся и чуть лоб не расшил! Это ты, балбес! Это было единственное наше спасение! Это антизвуковая остановка, и ты ее сломал! Ты что, под ноги не смотришь? Ребята, теперь вы не в безопасности! Ребята, у нас очень мало времени! Бежим к Гелику! Погнали! Так... За мной, за мной, пацаны! Быстрее, пацаны! Мы почти у цели, ребят! Садитесь в тачку! Открывай, открывай, открывай! Открыто! Серега! Я тут! Быстро, быстро, Серега! Заводи! Не заводится! Пытайся! Давай же! Давай же! Блин, я думал, такое только в фильмах бывает! Пацаны! Пацаны! Он за мной! Заводи, Владос! Заводи, Владос! Я не знаю! Он уже близко! Так, выдох, вдох и старт! Давай, 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 давай! Не заводится! Что?! Владос! Так, еще одна попытка! Давай, давай, малыш! Да! Да! Едем! Он уже близко! Мы спасены, ребята! Вроде оторвались! Фух, наконец-то! Это был самый страшный день в моей жизни! Согласен! Больше никогда не будем ходить на заброшке! Да! Да, мы сегодня заново родились! Все-таки ходить на заброшке, это очень опасно! В любой момент может все пойти не по плану! Согласен! Ребят, вы тоже на заброшке ни-ни! Ну что, пацаны? Ух, это было очень страшно и незабываемо! Прятки снимем в каком-нибудь более позитивном месте! Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4! Глент, Кобяков, Серега! Всем пока!